В эфире программа «Дороги к свободе» в студии Виталий Портников. Это совместный проект Радио Свобода Настоящего Времени и украинского телеканала «Эспрессо», в студии которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа. 22 марта Вселенский Патриарх Варфоломей заявил в Вильнюсе, что Русская Православная Церковь разделяет ответственность за преступления войны, которую Россия развязала против Украины. Как отметил Патриарх, российские власти используют церковь как инструмент для достижения своих стратегических целей. В этом контексте в Киеве рассматривают и роль Украинской Православной Церкви. УПЦ, которую утверждает якобы о разрыве с московским патриархатом, обвиняют в антиукраинской деятельности. Из-за расторжения договора аренды из Киево-Печерской лавры до 29 марта должны выселиться представители УПЦ. Покинут ли лавру священники и монахи Украинской Православной Церкви, которую по-прежнему связывают с московским патриархатом? Получат ли Киевско-Печерскую лавру признанной автокефальной Православной Церковью Украины? И почему Верховная Рада до сих пор не рассмотрела в том числе и правительственный законопроект, призванный запретить деятельность в Украине УПЦ? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. С нами на связи Тарас Анташевский, украинский религиовед, шеф-редактор религиозной информационной службы Украины. Здравствуйте, Тарас. Здравствуйте. И с нами из Нью-Йорка Сергей Чапнин, российский религиовед, старший научный сотрудник Центра православных христианских исследований Фархкенского университета. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о причинах выселения представителей, связываемой с московским патриархатом УПЦ из Киево-Печерской Лавры и реакции на это решение, в том числе из Москвы. Национальный заповедник Киево-Печерская Лавра расторг договор аренды с Украинской православной церковью, которую, несмотря на изменения в ее уставе, по-прежнему многие связывают с московским патриархатом. Священники и монахи УПЦ должны выселиться со всех помещений монастыря до 29 марта. По словам министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, причина разрыва договора – несоблюдение правил пользования государственным имуществом. На территории Лавры, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО, после проверки обнаружили 36 незаконных построек. Решение Киева не продлевать аренду зданий Лавры УПЦ, как заявили в Кремле, оправдывает цели российской спецоперации в Украине, а русская православная церковь обвинила украинские власти в гонениях и нападках на духовенство. Благословивший войну России против Украины глава РПЦ патриарх Кирилл назвал требования о выселении священнослужителей из Лавры незаконным, противоречащим демократическим нормам и правам человека. Ультиматум государственных властей в адрес Киево-Печерской Лавры представляется чудовищным деянием, сравнимым с гонениями на веру во времена безбожия. Как и в то время власти открыто игнорируют закон, не говоря уже об минимальном уважении к правам сограждан. Киево-Печерская Лавра – первый и самый древний монастырь на территории Киевской Руси. В его ближних и дальних пещерах находятся мощи нескольких православных святых, а в Успенском соборе и других культовых сооружениях большое количество православных ценностей. Накануне из Лавры начали вывозить имущество. Все автомобили, выезжающие с территории монастыря, проверяют полицейские. В правительстве пригрозили руководству УПЦ уголовной ответственностью, если не досчитаются музейных экспонатов. Около двухсот монахов с послушниками выселяться из Лавры отказываются, говорит глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент. Мы как верующие и как монахи будем оставаться в Лавре до тех пор, пока это физически возможно, потому что это определяется законодательством Украины. Но поскольку чиновники заявляют, что, во-первых, будут силовые действия по выселению, а во-вторых, обещают отключить электричество, воду и интернет, то в таких условиях, конечно, функционировать полноценно здесь мы не сможем. Власти и гражданские активисты обещают не применять силу и способствовать безопасному освобождению монастыря от представителей УПЦ. Исключительно эта церковь долгое время пользовалась значительной частью построек Киева-Печерской Лавры. Однако к Рождеству 7 января нынешнего года в её главном Успенском соборе первое богослужение провёл предстоятель Автокефальной Православной Церкви Украины митрополит Епифаний. 18 марта в видеобращении глава ПЦУ призвал монахов Лавры к объединению и содействию процессу освобождения от московского Ерма. Московская духовная власть в Украине не каноничная, и все видят, как Кремль использует её против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, а наоборот – местом молитвы, благочестивой монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена. С осени прошлого года Служба безопасности Украины проводит массовые обыски в храмах и монастырях УПЦ. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в государственной измене. 18 священников лишены украинского гражданства. В конце 2022 года Совет нацбезопасности и обороны принял ряд решений, направленных на запрет в стране Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Соответствующий законопроект правительство направило в парламент в январе. Однако депутаты Верховной Рады до сих пор его так и не рассмотрели. Как заявил председатель СБУ Василий Малюк, среда УПЦ – идеальное поле для деятельности вражеской резидентуры. С начала развязанной России войны правоохранительные органы Украины возбудили не менее 60 уголовных дел против священнослужителей УПЦ, которая, по мнению властей, несмотря на публичные заверения, так и не разорвала отношения с Русской Православной Церковью. Тарас, скажите, а вы вообще допускаете, что это выселение пройдет мирным образом, и что после этого просто начнется юридический процесс, а не процесс каких-либо силовых действий? Честно, не очень верю. Я вижу, как уже много лет московский патриархат в Киеве действует агрессивно, особенно эта лавра, где всегда собирались активные, как я называл их, члены секты политического православия, и они всегда были очень агрессивны, каким ни были таким пробам сделать что-то с этой лаврой, чтобы она все-таки была как лавра, а не как центр какого-то политического православия. Господин Чепнин, а вы как вообще рассматриваете весь этот процесс? Вот это политизированный он уже, или все-таки он связан с общими дискуссиями о том, какая же церковь теперь на территории Украины является канонической? Что вообще должно происходить с Киево-Печерской лаврой дальше? Вы знаете, я думаю, здесь есть два вопроса. Первый связан с отношениями между УПЦ и ПЦУ, и второй связан с отношением государства к УПЦ, к той монашеской общине и к прочим организациям, которые сегодня находятся на территории Нижней Лавры. И если первый вопрос – это сложный, длинный, вязкий, я не вижу никаких перспектив серьезного улучшения ситуации в отношениях между УПЦ и ПЦУ, то вопрос отношения государства, украинского государства, к недвижимости, к сохранности монастыря. Все-таки это 70 зданий. На сегодняшний день в Лавре проживает несколько сотен человек, там 200 монахов, 250 семинаристов, 50 преподавателей семинарии. Думаю, что еще несколько сотен человек там работает. Допустим, они все уезжают. Они, безусловно, уезжают. Склады арендованы, имущество вывозится. Даже если будут устроены какие-то массовые акции, в общем, сама монашеская община и руководство Украинской Православной Церкви, они понимают, что спектакль разыграть можно, публичные какие-то акции провести. Но потом, поскольку нет никакого переговорного процесса между Синодом Митрополита Ануфрия и Министерством культуры, потом придется уехать. И меня здесь удивляет какая-то такая инфантильная позиция руководства УПЦ, которая не делает никаких серьезных попыток для того, чтобы начать реальный диалог, собственно, о дальнейшей судьбе. Лавры все-таки, на мой взгляд, позиция Министерства культуры непродуманная. Вот если все уедут, то кто туда приедет? Мне кажется, это вопрос открытый. И ответа сегодня на этот вопрос ни у кого нет. Тарас, на самом деле, ведь глава Православной Церкви Украины, митрополит Епифаний, вообще предложил монахам Киева-Печерской лавры остаться в своих хелях в случае, если они присоединятся к Православной Церкви Украины. Но эта инициатива не была встречена, насколько я понимаю, пониманием практически никем? Не было какого-то такого ответа, который бы сказал, да, мы часть готовы выступить. Как были, например, год назад, когда подписывали письмо к патриарху Криллу или подписывали к вселенскому православию, что когда много священников, монахов собрались и подписались, сейчас ничего другого, как бы, такого ответа не прозвучало. Я даже не знаю, в принципе, будет ли, останется ли хоть какая-то часть их. И может быть так, что они просто, они будут там жить, но они никуда не перейдут. Я даже себе не являю, как, в принципе, она упустеет сразу. То есть мне это трудно себе представить, как это может быть. Но я понимаю, что государство должно было это сделать уже давно, но даже не так сделать, как бы, скажем, выселить монахов, а несколько раз обращаться к Павлу, владыке, потому что он там организовал такую хозяйственную деятельность, которая не соответствует ни украинскому законодательству, ни тем требованиям, которые есть со стороны ЮНЕСКО, поэтому что это все к памяти ЮНЕСКО, это как бы список ЮНЕСКО, да, и, конечно, есть какие-то законы, которые нужно соблюдать, но мы видим десятки сооружений на территории Нижней Лавры, которые были перестроены, построены, то есть десятки фактов пренебрежения законом. И государство годами на это не обращало внимания. Господин Щепнин, а вы как считаете, почему действительно нет никакой ответной реакции в принципе от того, что мы называем низовым священством? Да, ведь мы действительно видели, как много людей задавали вопросы публично Синоду Украинской Православной Церкви, связываемой с Московским Патриархатом, и это записывалось и показывалось в Ютьюбе, на Фейсбук-страницах, и на эти вопросы не было никаких ответов. И вот теперь, возможно, потому что не было никаких ответов, происходит то, что происходит, а сейчас никаких вопросов не задается ни митрополиту Ануфрию, ни митрополиту Павлу. Как же так? Мы же уходим из Лавры, это же наш монастырь. Да, вы совершенно правы. Я думаю, что одна из критических ошибок руководства УПЦ в том, что они не захотели услышать голоса духовенства из разных епархий, которые консолидированы. Это сотни подписей, сотни голосов выступили с требованиями, а потом с вопросами к руководству УПЦ, и это было полностью проигнорировано. Вот в ситуации, когда мы видим, что епископат оказался оторван от реальной жизни, не способен к каким-то серьезным действиям, разве что к каким-то голым декларациям и каким-то совершенно бессмысленным поступкам, типа поездки к офису президента, топтанию перед входом и отъезду обратно. Вот почему при этом нет опоры на духовенство? Я думаю, потому что епископат не верит в духовенство. Они считают себя какой-то такой исключительной кастой. То есть когда какой-то монах, священник становится епископом, он получает, он вступает в некий тайный орден, который управляет церковью. И вот сейчас мы видим просто кризис этого сознания, и может быть и хорошо, что это все находится в кризисе. Но я еще добавлю про монахов Киево-Печерской лавры. Я думаю, что первая проблема в том, что, к сожалению, митрополит Ануфрий из ПЦУ очень неудачно выступил со своим обращением. Фактически он сказал, как бы, монахи, сдавайтесь, переходите ко мне, и я сохраню вам жизнь. Митрополит Епифания, я прошу прощения. Митрополит Епифания, да, простите. Да-да-да. И вот это, конечно, довольно оскорбительно. Если бы он действовал мягче, если бы он действовал более дипломатично, наверное, какое-то количество монахов он смог бы привлечь. А сейчас мы видим ситуацию, что да, те, кто недовольны Павлом, те, кто готовы выйти из этой монашеской общины, они не готовы перейти в ПЦУ. То есть, возможно, как бы, формирование сейчас, как бы, вот если будет самый мягкий сценарий с учетом сложившихся реалей, я думаю, что возможно создание некого ставропегиального монастыря под прямым управлением патриарха Варфоломея. Мне кажется, это тоже могло бы быть некоторым выходом из ситуации. Посмотрим, как события будут развиваться. Вы допускаете, что свенский патриарх может такую позицию зарять? Я думаю, что поскольку вот все находится, ситуация находится в тупике, вот хорошего выхода из этой ситуации сейчас нет. Будет в любом случае в том или ином виде будет какой-то конфликт, раны будут затягиваться очень долго. И если есть вопрос о том, чтобы выход был максимально мирным с учетом сложившихся реалей, да, надо привлекать патриарха Варфоломея. Пришло то время. Не допускаете, что просто Православная Церковь Украины придет в Лавру, и там будут ее монахи? А понемногу, может быть, какие-то бывшие монахи Киево-Печерской Лавры начнут присоединяться к этим монахам? И вот так этот монастырь и будет существовать? Это возможный сценарий развития событий. Но, допустим, придут 20 монахов ПЦУ, у них будет 70 зданий в распоряжении, что они будут делать? То есть я думаю, что никакой как бы вот у ПЦУ сегодня нет ресурса, чтобы полностью вступить во владение Нижней Лавры. Просто этим некому, нет людей, некому этим заниматься. Даже если часть монахов перейдет, явно это меньшая часть будет, они все равно не смогут за этой Лаврой ухаживать, не смогут ее содержать. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости сегодня – региоведы Тарас Анташевский и Сергей Чапкин. Мы обсуждаем, что же будет происходить после ожидаемого ухода священников, связанной с Московским Патриархатом Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской Лавры. Я бы сказал, такого традиционного оплота Московского Патриархата в Украине. И вот я хочу к вам обратиться, господин Тарасевский. Вот господин Чапнин в первой части нашей программы говорил, что Православной Церкви Украины просто неким заполнить эти монастырские здания. Это тоже такой важный момент. С одной стороны, есть автокефальная церковь, большая, и большинство граждан Украины считают, что это каноническая церковь, которой они принадлежат. А с другой стороны, как бы не дефицит монашеской жизни, что для церкви все-таки необходимо. Ну да, конечно, если взять просто голую статистику, то она показывает, что да, немного мало. Но может быть даже так вариант, что часть все-таки монашества перейдет с Московского Патриархата в ПЦУ, и этот переход будет тихий, спокойный, как иногда бывают переходы общин с одной церкви в другую, когда уже об этом переходе узнаешь, после того, как документы уже областной администрации зарегистрированы. То есть, в принципе, иногда это проходит очень тихо. Я думаю, что этот процесс будет как-то так проходить. Но, конечно, когда мы говорим о большом количестве помещений, это не все монастыри. Это и бизнес Владыки Павла, и территория Метрополии, где было очень много помещений, которые использовала как раз Метрополия, или Духовная Академия, где, конечно, могут учиться также и студенты ПЦУ. Но мы не можем сейчас говорить, что сразу это будет автоматический переход. Ну, в принципе, даже каких-то юридических документов в личном пространстве практически нет. То есть, что автоматически туда войдет Православная Церковь Украины? Во-первых, надо будет там, наверное, провести какую-то комиссию, чтобы выяснить, в каком состоянии эти сооружения. Может, какие-то сооружения нужно будет снести, потому что они там незаконно построены. Может, какие-то сооружения нужно будет изменить, потому что Владыка Павлов очень любил перестраивать по своей величине своих автомобилей и под другие потребности свои. И поэтому, может, даже в монастыре будут какие-то ремонтные работы или просто надо будет просто хорошо поработать, проанализировать, в каком состоянии этот монастырь. И особенно ситуация с мощами, которые под землей в печерах, и что там происходит. И если мы говорим о хозяйственной деятельности, смотрю по Глебето Павла, то известно, что очень много этой хозяйственной деятельности как раз негативно отражалось на состоянии печерах. Поэтому нельзя говорить, что автоматически туда войдет ПЦУ. Это почти возможно, это практически возможно, это, наверное, так и будет. Но это не будет автоматом, что переход общин происходит, что так и будет с Лаврой. Но кроме монахов, я думаю, что там можно еще будет разместить также и Духовную Академию, которая в другом монастыре размещена, и какие-то другие заведения. Может, в принципе, это же территория заповедника. Может, у заповедника есть свои планы на эту территорию. Может, часть этих административных сооружений перейдут к заповеднику, какие-то музеи там будут работать, или какие-то научные центры будут действовать. То есть, в принципе, там можно также и представительство каких-то других научных заведений. То есть, в принципе, Лавра не сразу автоматически станет монастырем ПЦУ. А скажите, господин Чеприн, как вы вообще понимаете, почему, в принципе, Синод Украинской Православной Церкви не предпринял ничего, если хотите, для спасения репутации? Они же сначала пытались, они провели этот собор буквально в один день заседанием Синода. Они как бы меняли устав, который мы все до сих пор до конца так и не можем увидеть. Но в этом уставе сохранилось упоминание о грамоте московского патриарха и о том, что УПЦ связано с мировым православием через московский патриархат. Это мы тоже должны подчеркнуть. Но, тем не менее, все возможности у них были дальше дистанцироваться, принимать какие-то решения, в конце концов, обратиться к патриарху Кириллу с требованием автокефалии, раз они уже считают территорию Украины территорией российской православной церкви. Они же ничего этого в принципе не сделали. Или не сделали даже того, что латвийская православная церковь сделала, не находящаяся в стране, которая воюет? Ну, вы знаете, все-таки то, что произошло в Латвии, это нарушение и законодательство европейского о свободе совести не может государство требовать, предъявлять такие требования религиозной общины. А уж внутри канонического права православной церкви вообще, как бы, так сказать, вот эти механизмы вот такого самопровозглашения автокефалии просто отсутствуют. Поэтому я думаю, что вот если возвращаться к ситуации в Украине, мне кажется, что митрополит Ануфрий это такой, как бы, вот предстоятель церкви мирного времени. То есть мирное время, он действительно является очень сильной, яркой фигурой, но он совершенно не понял реалий военного времени. Он, будучи выращен, вырос, как бы, и как монах сформировался в Троице-Серговой лавре, поэтому для него всегда будет большой личной проблемой вот, так сказать, такое отделение от России. И он перенес вот этот, так сказать, какой-то свой личный опыт, собственно, на всю церковь. И это оказалось полной катастрофой. И я думаю, что, в общем, на сегодняшний день, как бы, он, ну, фактически не способен к сожалению, к дальнейшему управлению Украинской Православной Церковью. Ну, а в Синоде... И, во-вторых, конечно, есть еще такая, видимо, внутренняя традиция внутри Украинского Синода, когда, скажем, когда митрополит Ануфрий пришел, был выбран киевским митрополитом, он, видимо, дал какие-то обещания и Павлу, и митрополиту Павлу Лебедю, что он останется навсегда, как бы, так сказать, пока митрополит Ануфрий киевский митрополит, Павел будет управлять лаврой, а, не знаю, митрополит Антоний пока неч будет управ делами. И вот сейчас, когда этих находящихся под санкциями митрополитов и, в общем, идиозных фигур, как бы, и тот, и другой, идиозные фигуры, следует просто снять, как бы, заменить на просто, как бы, на вот тех, кто может реально действовать как члены Синода, как члены, как бы, так сказать, административного аппарата Украинской Церкви, Ануфрий связан каким-то своим обещанием, какой-то, я не знаю, своей личной клятвой и ничего не делает. И это еще одна проблема. Да и, собственно говоря, вот, насколько я вижу, в современном украинском епископате, епископате УПЦ, нет ни одной, ни одной деятельной фигуры. Это, конечно, тоже свидетельство такой, как бы, такого глубочайшего внутреннего кризиса. И я не думаю, что в этой ситуации Ануфрий готов рукоположить новых молодых епископов или выдвинуть какие-то новые фигуры, которые бы включились вот в разрешение тех конфликтов, тех проблем, которые сейчас сложились. То есть, получается, что руководство церкви сознает, что церковь угасает и, как бы, ничего для того, чтобы изменить эту ситуацию, не делает и не может сделать. А вы, кстати, как, господин Анаташевский, для себя поняли, зачем митрополит Ануфрий, когда повел весь сенот свой на встречу с президентом Владимиром Зеленским, так и не состоявшуюся, кстати, зачем он взял туда людей, которые действительно президентским указом были уже подвергнуты санкциям. Вот, упомянутого господином Чепнины митрополита Павла и митрополита Антония. Но если хочешь договариваться о чем-то, то, по крайней мере, создаешь какую-то атмосферу видимости компромисса, то есть не берешь людей, которые уже так или иначе вызывают вопросы у государственного чиновника. Там еще более одиозные, как Лука Запорожский, да, которые, говорят, голодовать начал еще раз, да. Но я думаю, что это, можно так сказать, с другой стороны подойти. Когда последний раз митрополит Ануфрий давал интервью какому-то изданию, которое он не контролирует. Он не общается, ну, как бы, он не открыт к обществу, да, он общается только со своими. Можно сказать, что мы не знаем, кто повел. Он был как флаг, да, но кто повел, кто организовал эту тусовку, да, кто это все спровоцировал, кто повел, зная, что там никто их не ждет, никто им не открыт никакие двери, не будет никакой встречи. Для кого это они делали? Может, они это делали для своего, опять же, для своей информационной секции, в которой они умело как бы держат свою пасту, которая, ну, это как бы, как раз такие качественные, как бы, как бы сказать правильно, что это как секта, где главное не то, что реально есть, а то, что должно быть вложено в головы этой члены, адептов этой секты, и они, как бы, скажем так, повторяют то, что им вложили, и вот это была как бы картинка сделана специально для того, чтобы показать своим, вот мы открыты, вот мы хотели встретиться, у нас были какие-то твои предложения, но нас не хотели услышать. Да, когда им когда-то их приглашали на встречу, они не пришли, когда им сказали встать, пригласили встать, они не встали, то есть они, в принципе, годами как бы плевали на то, что от общества шло, от президента, от власти, а сейчас они решили, нужно, наверное, для картинки показать, что они открыты диалогу, но власть не хочет с ними вести диалог. Я думаю, что это, скорее всего, так и было, и более того, что, в принципе, я не думаю, что они не знали, что встречи с президентом так не делаются, особенно во время войны. И вот, теперь можно просто посмотреть, какая информация пошла по информационных каналах Московского Патриархата в Украине. А там как раз вот они открыты диалога, власть не идет. Сейчас, когда никаких таких перспектив для диалога не просматривается, всегда надежда на диалог, она остается и на здравый смысл, как бы там ни было. Я благодарю вас за участие в этом разговоре, благодарю шеф-редактора религиозной информационной службы Украины Тараса Анташевского, благодарю российского религиоведа, старшего научного сотрудника Центра православно-христианских исследований Фортхемского университета Сергея Чепнина. Спасибо, господа, что были со мной в этом эфире. Программу «Дороги свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Киепортников. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч в этом эфире. Мира вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok